Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Начинаю свой день с приятности, у нас сейчас утро, я немножечко подкрасилась для того, чтобы освежить свой внешний вид. Я реально очень плохо сплю в последнее время, так что консилер, бронзер и румяна это мои лучшие друзья в таких случаях. Я помыла волосы вчера вечером, если их не укладывать, если не наносить никакие дополнительные средства, то они выглядят сухими и такими безжизненными, пористыми. Хотя у меня тонкие прямые волосы, но у нас вечная влажность за окном и с этим нужно что-то делать. Помимо стрижки я еще хочу сделать процедуру, которая называется счастье для волос и хоть как-то поддержать их состояние, потому что межсезонье, все дела, вы знаете, непонятно, то жарко, то холодно и вообще после зимы как-то хочется привести себя в порядок. Так что поехали! Вот она обновленная версия меня, по-моему чуть короче, чем обычно, но ничего страшного, у меня быстро растут волосы. Это я пойму, когда сама уложусь, но в целом я довольна и сразу такое облегчение, какое-то волосы выглядят более здоровыми, а укладка это всегда плюс 100 к нашему внешнему виду. Микося меня встречает, сейчас переоденусь, пойдем гулять, потому что в светлых вещах прогулка с собакой это не лучшая идея. Мы с вами встречаемся вечером следующего дня, я нахожусь в ванной комнате, как вы уже можете понять, и сегодня я хотела бы показать вам такую экспресс-уходовую рутину, когда все очень, не очень. Я накрашена с самого утра, и это остатки макияжа, при том, что я ничего не поправляла, я полдня ходила в маске, мне кажется, что это неплохой результат, при том, что макияж нестойкий. Сейчас я буду смывать косметику и покажу, как я борюсь с какими-то проблемами кожи, потому что она у меня не в лучшем состоянии, как и я, собственно говоря. А все это, конечно же, в первую очередь отражается на лице, но с этим тоже можно бороться. Для начала я беру мицеллярную воду, у меня сейчас Innisfree, честно говоря, она немножечко печет глаза, но в целом неплохо смывает косметику, эта мицеллярка довольно интенсивно пахнет, поэтому закончу баночку, но возвращаться к ней не буду. Сначала губы. О, блин, как жжет, это не очень приятно. Дальше я беру гель для умывания от CERAVE, у меня версия для нормальной и сухой кожи, недавно вам о нем рассказывала, он смывает косметику, немножечко пенится, у меня влажные ладошки, и хорошо очищает кожу, не пересушивает ее. Так как кожа у меня сейчас не в самом лучшем состоянии, есть несколько пост-акне, с которыми я хотела бы поскорее справиться. Я воспользуюсь пэдами от бренда Holy Land, это такие как бы диски, которые пропитаны АХА-кислотами и также БХА. Сейчас у меня высыпаний как таковых нет, но для того, чтобы предотвратить их появление. Они вот такие тоненькие, с одной стороны ребристые, со второй гладкие. Сегодня я прямо по себе вижу, что мне необходима какая-то бьюти-бомба, которая придаст моей коже сияние, увлажнит ее, восстановит. И в таких случаях я достаю ампулу от бренда La Roche-Posay, это их линейка Geolube 5, она, между прочим, очень хорошо мне подходит. И ампулы предназначены или для курса, и здесь 7 штук вы можете каждый день наносить, когда, например, вы хотите поддержать свою кожу, скажем, в межсезонье, или когда у вас стресс, когда вы переживаете, когда волнуетесь, когда готовитесь к какому-то важному мероприятию. Я люблю разные ампулы брать в поездки во всякие, или, например, это одноразовое действие после каких-то процедур, после очищающих масок. Для такого интенсивного, очень концентрированного действия. Здесь есть целых 3 вида гиалуроновой кислоты, то есть вы сразу получаете мощное увлажнение, это заметно после первой ампулы. Также витамин В5, он оказывает восстанавливающие, успокаивающие действия, и помимо этого еще и глюканат меди натурального происхождения. Это тот компонент, который помогает коже как можно скорее обновиться, восстановиться, и эти ампулы ничем не пахнут, они не содержат отдушки. Также здесь нет этилового спирта, и ампулы подходят для чувствительной кожи. Очень удобно, что здесь есть вот такой носик, который облегчает использование. Ампулу можно растянуть на день и на вечер, но я сегодня ничего жалеть для себя не буду. Такими прикладывающими движениями наношу. Вот реально ампула это просто супер вещь, часто после нее я ничего не наношу, даю ей хорошо впитаться, то есть по сути она заменяет мне и сыворотку, и крем, и даже восстанавливающую маску. И прямо каждый день ими пользоваться не обязательно, то есть вы можете или раз в неделю, скажем, наносить, или по необходимости, и в промежутках использовать тоже сыворотку из линейки Геолубы 5. Я ее очень сильно люблю. Оставлю вам обязательно полное название в инфобоксе, и поищу также все необходимые ссылки. Что у нас еще осталось? Крем под глаза. А, секунду, на мое вот это свежее пятно я нанесу капельку сыворотки, тоже от La Roche-Posay, для проблемной кожи. Это фоклары, она идет на основе гликолевой кислоты и салициловой. И через несколько дней пятнышко посветлеет. Крем под глаза очень питательный, антивозрастной от Sensai, но я не берусь его сильно советовать. Скажу вам честно, он супер дорогой, я им пользуюсь, так как он у меня есть, откопала его в своей косметичке, но сама не купила бы за такую цену. То есть он рабочий, но я как-то, не знаю, пока что, наверное, не созрела. Но если у вас есть желание и возможность, то почему бы и нет, он классный. И на губы бальзам от Beauty Drugs, точнее это такая ночная маска, она очень хорошо подлечивает губы, восстанавливает. Я сегодня целый день с матовой помадой, поэтому очень в тему. Сыворотка для роста ресниц, я сейчас к ней вернулась, это X-Lash. Я не постоянно ею пользуюсь, только тогда, когда что-то происходит. У меня очень выпали ресницы, особенно на этом глазу. Все влияние стресса, это просто кошмар. Но я думаю, что вы меня поймете, почему так помогает отрастить мои родные реснички, делает их длинными и более такими крепкими. Я уже готова отправляться ко сну, нужно почистить зубы и переодеться в пижаму. Видите, сразу такое сияние на лице появилось за ночь, будет еще лучше результат. Так что буду завтра персиком. Доброе утро, я просыпаюсь очень рано, около 6-6.30, и завтракала поздно. Сейчас у нас около 11, поэтому я уже привела себя в порядок, кучу всего переделала, но все еще не ела. Как видите, я в пижаме, но для меня это больше даже домашняя одежда. Иногда я сплю в ней, сейчас вот она после стирки надела ее и просто поднимаю себе настроение, потому что она такая позитивная, расцветка, конечно, бомба. Показывала вам ее в предыдущем видео в одном из, и сегодня у меня это просто чисто домашняя одежда. А топулечки это уги, они теплые, несмотря на то, что пальцы открыты, все равно ноги не мерзнут. А, еще хотела вам сказать, что сегодня я впервые сама помыла волосы и попыталась уложить их Дайсоном. Конечно, сейчас все проще, и Томик постоянно ходит, говорит, Оля, какие короткие у тебя волосы, какие короткие. Реально короче, чем я запланировала. Но это такие мелочи, это отрастет буквально через месяц. Ему вообще нравится длинная, но мало ли что нравится ему, мне захотелось перемен. Просто отрезала весь негатив, как говорится. Ну, а теперь я чувствую, что я реально проголодалась. Я вчера, по-моему, даже не ужинала или ела что-то. Я вообще теряюсь, что я ем, когда я ем. Так что иду подкрепиться. Сегодня у меня будет ленивый завтрак, но зато очень вкусный. Ореховое масло с темным шоколадом. Мне настолько полюбилась эта чашка из прошлого блога, что сейчас практически всегда пью кофе из нее. Еще сделаем капучино, и вообще будет идеалити. Сейчас у меня в руках посылка из Zara. Будет небольшая распаковка и примерка. Посмотрим, стоило ли оно того. Я планировала заказать эти вещи еще до видео о покупках одежды на весну, но их не было в нужных мне размерах. Так что давайте глянем. Ах, как я порезала палец. Ау! Из-за чего я вообще полезла в Zara? Я недавно купила Томаку терняшку, и я не могу на него насмотреться. Она ему так идет. У меня когда-то было несколько. Я сносила их, ну, буквально до дыр. Если посмотрите мои старые влоги, даже беременные, я там очень часто в терняшке, которую покупал Томак мне и себе. У нас были одинаковые на рынке в Украине, и они были байковыми, такими супер уютными, с легким начесом изнутри. И потом долго я не могла встретить похожую хотя бы терняшку, чтобы она была из плотненького материала, не просто как тряпка. И увидела, что в Zara сейчас много полосатых вещей. Я даже хотела купить себе именно такую, как у Томака в мужском отделе, но нет ни одной, даже в размере XL или XS, но вообще ничего. И я начала пролистывать ассортимент для женщин. Увидела, что есть две в двух расцветках. У них одинаковая цена, и мне очень понравилось то, что это не чисто белый цвет, а бежевый. Мне гораздо проще сочетать именно кремовые, какие-то такие не кипельно-белые оттенки, а что-то вот светло-бежевое, кремовое такое. Лучше вписывается в то, что у меня уже есть. Мне гораздо легче сочетать все между собой. Первая тельняшка бежево-красная в размере S. Я вижу, что она не очень большая, то есть она будет свободной, но тем не менее не такая, знаете, безразмерная, как это иногда бывает. С этой модой на оверсайз иногда непонятно, какой размер тебе подойдет. И стоит тоже недорого, около 20 евро, наверное, да. Насколько я ориентируюсь вообще в курсе, может чуть-чуть меньше. Вот такая, надену, покажу, как она смотрится на мне. И вторая, это, по-моему, черная, да, бежевая с черным. Я бы еще хотела классику, именно какой-то светлый цвет и синий. Но довольствуюсь тем, что есть. Обожаю тельняшки. Можно даже не краситься, вообще ничего особенного не надевать. Хоть джинсы, хоть леггинсы, хоть брюки какие-то всегда хорошо. И мне нравится то, что материал здесь именно такой, как я хотела. Без начеса, но мужская, похоже по качеству. Сейчас мирнем, помимо этого, взяла еще и светлую юбку, юбку миди. Она в рубчик, как оказалось. Тоже не белая, а типа как слоновая кость. У меня размер тоже S и тоже недорого. Сейчас посмотрим. И худи. Я не знаю, мне кажется, я не могу остановиться покупать какую-то домашнюю одежду. И виной всему, конечно же, карантин. Нас снова так жестко закрыли, что никуда не выйти. И даже если я выхожу на прогулку, то я надеваю что-то удобное. Поэтому на выход что-то поприличнее. А здесь по месту дома максимально комфортное. И здесь какое-то пятно или мне кажется? Прямо по центру. Блин, как будто темнее материал. И еще я хочу вам сказать, что у меня размер S и худи выглядит слегка укороченным. Внизу здесь рубчик, поэтому должно сочетаться красиво с юбкой. Пойдем мерить. Слушайте, ну интересный костюм. Светлого худи у меня нет. Есть старый Levi's, но она настолько уже скаталась. Ему несколько лет, и я его стирала миллион раз. Худи на мне не очень-то и укороченная, но если вы выше, то учитывайте. И юбка у меня натянута аж посюда приблизительно. Если вы повыше меня, то я думаю, что тоже будет хорошо. Материал довольно тонкий, мог бы быть и поплотнее. Я мерила также с сапогами, но сапоги широкие, и они как-то оттопыриваются сбоку. Поэтому надела ботинки. Но сейчас уже станет тепло, буду носить с конверсами, с какими-то кроссовками, с лоферами. Если я решу оставить, напишите, как вам. Конечно, светлые цвета в любое время года, это вообще отдельный вид эстетики. Ой, но это точно остается. Внизу есть еще и такая лейбочка скромная. Нужно это все, конечно же, разгладить, но я всегда сначала меряю. Если оставляю, то потом уже разглаживаю. И по длине тоже, мне кажется, вполне себе хорошо. В общем, я довольна. Нет, тельняшки все-таки отличаются, и здесь тоже нет лейбы. А по размеру они приблизительно одинаковые. Красная повеселее, но это вы чисто такая, знаете, и в первый мир, хоть под джинсовку, под кожаную куртку, можно худи поверх набросить на плечи, будет уже стильненько. Поэтому две оставляю, я так и знала, что этим закончится. То, чего совсем не поняла, в обычной Заре, где одежда для мужчин, женщин и детей, сейчас у нас начала появляться посуда, какие-то артикулы для дома. А почему, непонятно, потому что есть отдельный сайт Zara Home. И я взяла здесь такой комплект полотенец. Сейчас. Так, курьер меня прервал, забрал посылку из Золанда с брогами. Еще там были какие-то вещи, которые мне не понравились. Чуть не забыла, между прочим, чуть не потеряла деньги. В общем, заказала полотенца, очень симпатичные. Они, к сожалению, теряют свой внешний вид после нескольких стирок. То есть, руки вытирать вообще без проблем этим можно. Они хорошо дальше служат. Но мне нравится, когда полотенца висят просто на духовке для красоты именно. Не все это понимают, принимают. Но главное, что мне нравится, и также я использую эти полотенца для фотографий. Для инстаграма, или когда что-то готовлю, для миниатюры. Это все имеет значение для меня, как для блогера. Мне в этом плане нужно разнообразие. И здесь весы, какие-то фрукты, орешки. И второе полотенце очень похоже по расцветке, если не такое же. Ну, в любом случае, я знала, что я покупаю. И по качеству тоже мне нравится. Плотное, катоновое, написано 100% катон. Была в вебку. Мне нельзя туда заходить. Но мы всегда ездим за продуктами. И пойдем глянем, пойдем глянем. И каждый раз что-то привозят. И, наверное, я таким образом тоже поднимаю себе настроение. Как-то отвлекаюсь. Это не очень правильно. Но серьезно, я пытаюсь делать все, чтобы не унывать. И как-то, знаете, не грузиться, скажем так. На праздники у меня есть очень красивая скатерть. Но после праздничного обеда, когда нас много, обязательно что-то будет запачкано. Это тоже нормально. И на второй день праздников я взяла вот такую дорожку. Весеннюю, красивую. Тоже, гляньте, друг к другу будет хорошо подходить. И материалы здесь полностью синтетика. То есть, будет хорошо стираться, хорошо служить. И потом уже, когда наступит лето или потеплеет весной, то мы и на террасе будем использовать вот такую дорожку. Она не очень большая. 35 на 180 сантиметров. Но этого вполне достаточно. Стоила она 4 евро. И даже на темной мебели, вот такой сероватой, выглядит очень красиво. Игнашка попросил у меня корзинку. Одна у нас вообще потерялась, вторая развалилась. Если помните, то в прошлых влогах я покупала обычную, без материала. А Игнат захотел светленькую. Корзинки нам нужны на Пасху. И у нас вечная война. Кто понесет корзинку с яйцами и со всем остальным? Мне как-то вот сам процесс больше нравился в Украине. Когда я жила, когда мы просыпались рано утром, и шли светить яйца, это такая особая атмосфера. И я продолжала это делать до подросткового возраста, где-то так. Очень-очень ждала этого времени. И это даже, можно сказать, один из самых любимых праздников в году для меня. До сих пор так, но в Польше все чуть по-другому. У нас здесь Пасха 4 апреля. В общем, буквально через неделю, а я вообще не думала ни что я буду готовить. Но потихоньку что-то докупаю. И в принципе у меня много что есть. Поэтому главное, чтобы мы голодными не остались, а все остальное это так уже. Знаете, на любителя и вообще кому это просто нравится. Игнашка попросил корзинку, и у него в этом году будет такая. Вообще не только в этом году, а в принципе на долгое время покупаем, пока они не развалятся. Еще две прихватки. У меня есть силиконовые, они короткие. А вот такие тканевые, они очень часто пачкаются, потом не остирываются. И с силиконовыми языки все хорошо. Но знаете, они короткие здесь. Я уже несколько раз прижигала себе руки. Поэтому мне нужны были новые, вот такие большие. И Игнат выбрал для меня две. Одну зелененькую, видите, вторую желтую. Я подумала, что тоже буду использовать для фотографий. Ну, по назначению, конечно же, в первую очередь. Но для фоток тоже пока они чистые, новые. Очень симпатично будут выглядеть в кадре. С белой посудой, со всем, с чем угодно. Я люблю, когда все друг к другу подходит. Ну, сейчас я настоятельно рекомендую остаться со мной. Во-первых, мы с вами распакуем эту коробку. Я расскажу, что это, для кого это. И второй момент, это то, где мы находимся. Я сделаю небольшой рум-тур и также скажу несколько слов, что и как. Ну что, беремся за распаковку. Это новенький, супер-мощный робот-пылесос с искусственным интеллектом, буквально, от бренда Roidmi. И также база для сбора пыли. То есть, он сам еще и очищается. И впервые на моем канале будет настолько грандиозный розыгрыш, стоимостью больше 400 долларов. В эти дни на него будет еще и скидка. Я оставлю вам обязательно ссылку внизу. Помимо этого, вы можете получить минус 10 дополнительных долларов. И при покупке вот такого робота-пылесоса, вы получаете шанс выиграть технику от Xiaomi. И много всего интересного. Всю подробную информацию я оставлю вам в инфобоксе. Ну а теперь давайте посмотрим, как он работает и что же можно будет выиграть. Это шикарный помощник в поддержании чистоты каждого дома. Поэтому обязательно участвуйте. Все условия будут максимально простыми. Это несказанное счастье, что я могу дарить такие подарки. И что в доме одной или одного из вас поселится этот робот-пылесос. Давайте включим и расскажу коротко о характеристиках. Вот такой компактный товарищ. Он не займет у вас много места. Мало того, здесь есть база для сбора пыли, куда помещается 30 встроенных маленьких. И еще сам пылесос будет сам несколько раз сигнализировать о том, что мешок нужно сменить. В комплекте сразу идет несколько мешков. Они хранятся вот здесь. Вы просто достаете его и ставите новый. Вот так все просто. Только что проверяла, все работает. Давайте теперь включим его вместе. Он очень мощный, разговаривает, говорит вам о том, что собирается сделать. Там выстраивает траекторию движения и также делает азонирование поверхности, которая длится 30 минут. Он по несколько раз очищает поверхность и добирается даже в самые труднодоступные места. Стой, товарищ. Так, и скажем ему идти на базу. Ну-ка, окей, база там. Видите, поехал. Это сделает чуточку проще быт каждой хозяйки или хозяина. Это абсолютно точно. Сейчас он автоматически очистил пылесборник и заряжается. Еще небольшой такой момент. То, чего нет в нашем роботе-пылесосе, это LED-экран. Он находится здесь. Сейчас видно, какой уровень зарядки. Но здесь будет появляться и другая информация. Для того, чтобы вручную очистить маленький контейнер, вы зажимаете экран прямо и происходит чистка. Вот так. Я надеюсь, что вам понравится такой конкурс и вы с удовольствием поучаствуете, потому что я считаю, что это достойнейший приз. Ну а теперь обещанный рум-тур нашего офиса. Очень стильные лампы. И мы сейчас находимся на лестничной клетке. Перила тоже необычные. Заходим. Обратите внимание, какого цвета здесь дверь. Нетипично, правда? Окей. И это основное помещение. Есть еще рабочий кабинет домика с образцами продуктов. Туда мы заглядывать не будем, но все же покажу вам несколько, как мне кажется, интересных элементов. Это помещение огромное. Здесь сверху большая LED-лампа. То есть, даже когда за окном темно, здесь все равно достаточно светло. У нас здесь располагаются какие-то принтеры. Мы пока что не докупали мебель. На это не было времени. Но когда-то мы и за это возьмемся. Сейчас здесь вполне достаточно всего для того, чтобы и самому работать, и также взять несколько человек в команду. Очень интересное кресло. Все они разные, разного цвета. Коврик-зебра со второй стороны. Принтер, полка, была еще где-то подушка такая цветная, но сейчас я не смогла ее найти. Этот диван тоже подходит для того, чтобы здесь спать, если что. В основном здесь работает томок. Я появляюсь крайне редко. Ну, период такой. И со второй стороны у нас располагается самый интересный, самый красочный уголок. Те цветовые решения, на которые я дома никогда бы не решилась. Но сейчас вот смотрю, мне кажется, это так стильно. Особенно какую-то вот изюминку добавляет плитка. Подойдем, я покажу вам поближе. Помимо той мебели, которую вы только что видели, есть еще и два бирюзовых кресла. Таких немножечко дизайнерских. Они не то чтобы суперудобные, но выглядят красиво, правда? Барная стойка, за которой можно сидеть или что-то съесть. Это губка только что кое-что протирала. Заберем ее, она портит картину. И здесь самое необходимое чайник, который я покупала томоку на праздники, помните? И моя досочка, которую я не могла найти. Теперь я знаю, куда она пропала. А вот поближе к плиткам. Оригинальненько. Еще раз скажу вам то, что черный цвет в кухне, это не самое практичное решение. Мы здесь ничего не готовим. Иногда томок что-то подогревает. Но здесь есть плита, на которой можно одновременно что-то готовить. Два блюда. Или подогревать. Также есть микроволновка красная, там вода у томока, чай. Ну, какие-то такие, знаете, самые необходимые предметы в офисе. Потому что для дома этого недостаточно, да? И гляньте, даже в такой маленькой кухне есть встроенная вытяжка. Я никогда вам не показывала, потому что у нас арендаторы в другом доме. Но, возможно, когда-то это произойдет, у нас там очень похожие двери в санузел. И тоже в офисе. Нравится томоку такой стиль. Здесь ванная комната. Вообще-то когда-то здесь предполагалась просто квартира. Но так получилось, что сейчас у нас здесь офис. Очень интересная плитка, которая быстро пачкается в ванной комнате. Зубная щетка и паста томокова. У нас ванная чистки зубов. Есть и ванная, и также душевая кабина. Унитаз, понятное дело. И даже стиральная машина. Ароматизатор, который я дарила томоку. Вы помните? Очень приятно пахнет. И небольшой шкафчик для хранения. А тут кабинет Биг Босса. Я говорила, что я не буду показывать, что здесь. Только скажу, что есть рабочий стол, стул, огромный зеленый пуф, картина. И два кондиционера по той причине, что здесь предполагается еще одна стенка, чтобы разделить помещение на два кабинета. Вот такой сегодня был влог. Я надеюсь, что вам со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Сейчас еще покажу вам вид. Этот дом находится на берегу озера. Так что летом можно будет ходить еще на пляж. Люди гуляют с собаками. Томак несколько раз здесь был с Микой. Озеро очень чистое. Здесь много людей летом. Можно взять ноутбук и пойти поработать на берегу. Или просто выйти и немножечко проветриться. Ну а теперь пока-пока. До новых встреч совсем скоро.